Всем доброе утро, добрый день, не знаю в какое время вы суток будете смотреть, добрый вечер. Короче, сегодня у Павлика день рождения, но возраст Христа не отмечают, поэтому мы никак не будем его отмечать. Ну может быть просто вдвоем посидим, чай попьем, без тортика, ну может быть какой-то во вкусе Вилл, купим небольшой торт. Без сдобы, ну там есть всякие тортики, в общем, вручают вкус Вилл в очередной раз, вот. И в тихом небольшом семейном кругу просто посмотрим какой-нибудь фильм, например, Сватов. Начали смотреть по телевизору, стали пересматривать, ну через интернет. А все остальное празднование не отмечается, не в 33 года у мужчин, по поверьям, а не 40 лет. Поэтому я и 33 года тоже не отмечали, мы с Пашей и 40 лет мы тоже не отмечали. И в общем, вот такая вот история. Поэтому история заключается только в одном, что хотел вам написать и рассказать, но с утра мозг как-то не склеивается. Вот. Я хотел еще у девочек спросить у мальчиков, смотрите, у меня вот эти вот места стали, как мешки что ли, я не знаю, или воды много стал пить, или то, что на улице жарко. Вот стал замечать, что у меня как мешки под глазами стали вот тут внизу появляться. Почки у меня здоровые, так что не пишите, если что, что у меня почки больные, ну вот, и я не знаю, как от них избавляться, какие маски делать или еще что-то, чем можно вот это вот разровнять, подровнять. Не знаю, мне не нравится, что у меня вот тут стали такие, вот такая вот складка появилась, видите, вот здесь и здесь, или я просто раньше ее не замечал. Здесь тут ноутбук как-то ладно, уже без разницы, а вот здесь не нравится, мне вообще что посоветуете, как от этого избавиться, ну или хотя бы чтобы оно чуть-чуть поменьше было, вот эта припуклость. Я хочу еще сказать огромнейшее спасибо, не все еще комментарии с утра прочитал, потому что я уж так устал от этих всех разговоров, с одной стороны, про этот коронавирус, про эти все прививки, каждый день открываешь новости. Почему я как-то писал в лог, что каждый день новости открываешь, и все, одни страсти по этим вирусам, и что очень много смертей, если вы не привьетесь, и больные с сахарным диабетом, и больные там, значит, сердечники, в общем, очень страшные последствия, в общем, в голове такой кавардак, что, знаете, уже, уже невозможно, уже невозможно. Почему вчера с Пашей-то и поздорили, почему ставить прививку или не ставить, он говорит, надо отпустить, вот 14 дней, говорит, мне дали, надо отпустить эту ситуацию, и пока не вот просто, потому что очень много информации в интернете, очень много информации между собой, родственников и так далее, и тому подобное. Ну вот, написала там мне Лена, что 50 на 50, вот я тоже сейчас 50 на 50, но больше я не слушаю, так скажем, почему хочу поставить прививку, потому что у меня мои все родственники поставили прививки, кроме родителей, вот, поэтому и медики, медики, самое главное, что медики поставили все прививки, и они не то, что пропагандируют, а советуют, то есть мне говорят, что Олег, надо ставить, и причем ставить спутником В. в общем, комментарии там до конца не стал читать, потому что уже, ну отвечу обязательно на них в течение дня, и вы, наверное, когда смотрите, я и на них уже ответил, вот, но, переходить куда-то по ссылкам, что-то там смотреть, у меня, я, я их и так, эти все новости смотрю, и вот этих всех ученых и так далее, и тому подобное, я, почему я говорю, что мы стали разорваться, потому что кто-то говорит за, кто-то говорит против, поэтому тут по-разному и не хочется уже никаких вот этих дополнительных информации брать читать и обсуждать потому что уже все голова квадратная единственное что мы сейчас все равно сделаем и сейчас утром натощак 8 часов не есть вот мы вчера узнавали звонил в гематест гематесте это клиника лаборатория которая именно государства но признает исследование лабораторный вот этим всяким антителам что если они есть только и так это понял что эта лаборатория признана может еще какие то есть я не знаю но вот именно точно в москве написано что именно гематест вот и мы сейчас натощак за 8 или 12 часов нужно было не есть его сейчас пойдем сдадим кровь на антитела и посмотрим что будет раньше делали в течение суток сейчас сделать течение трех дней и желательно это сделать с утра потому что там как-то их увозят куда-то в лабораторию в общем в общем потихонечку будем продвигаться к тому то что узнавать есть что-то или нет и если нет тоже потом будем как-то совместно решать ставить или не ставить мне по сути дела можно не ставить потому что у меня так вот никто не не просит но первое это то что я повторюсь что это мои родственники медики рекомендуют настоятельно рекомендуют не в том что им нужно план выполнить какой-то да там по вакцинации о том то что говорят что это действительно очень страшная болезнь и все они практически переболели очень в тяжелых формах а и именно спутник в нужно ставить потому что там есть вот эти вот приглушенные немного прибиты и возбудители вируса и это так скажем как детстве ставили прививки от ветрянки от кори там от всего остального то есть организм выработает иммунитет именно к этой болезни она действительно не защищает от того что вы не заразитесь это не мы слова слова моих родственников медиков причем это не младший персонал не средний персонал это врачи с огромнейшим опытом и стажем работы вот она действительно не защищает от от того что вы не заболеете если вдруг кто-то попадет сюда тут рядом прямо больной рядом с вами но болезнь будет протекать в очень ослабленной форме то есть такого нет про смертность это конечно многие говорят от смертности умирают не только от этой вакцины умирают и других болезней которые от которых прививаются то есть да то есть ну тут так скажем логика и размышления моих родственников медиков говорят о том то что скорее всего что этот врач про которого сейчас говорят там сам какой-то инфекционолог или монолог кто там ставился и умер что скорее всего что он поставил эту прививку и пока прививка еще не начала вырабатывать вот этот иммунитет там же разгон до 1 стаж потом через 21 день вторую ставишь прививку и вот этот период времени скорее всего что он заразился и просто организм не успел выработать этот иммунитет поэтому так скажем человека не стал и сказали мне чем быстрее раньше его поставите тем будет лучше но я никого не пропагандирую и сам себя не пропагандирую прививка в общем и сейчас будем даже думать размышлять но и это просто он так сказал наши планы потому что каждому отвечать там очень обширно в ютубе не очень не очень хочется поэтому там напишу более кратко чтобы вы поняли нашу позицию поэтому сейчас чистим зубы или даже не чистим зубы убываемся и у нас вот прямо вот соседний дом здесь 20 метров и пойдем сдадим на антитела единственное что хочется чтобы там не было народу но вчера там конечно пипец был очень много людей так что вот ребята у нас консьержки нет все в мусоре вообще ужасно неуютно так ой блин чего-то мы выходим из подъезда вот у нас здание гематеста прямо напротив тут и клиника этого 3z зрение этот проверял хорошая кстати клиника и тут же гематест мастера мы были там просто пипец столько народу было но правда манера чуть чуть попозже были здесь прямо у нас во дворе вот в этом дворике детском прямо сидели эти нерусские таджики узбеки но сейчас он там тоже по народ уже стоит все клиника работает 7 утра и надо было наверное встать пораньше сходить сюда к 7 утра 7 7 30 или 7 30 ну я-то встал раньше вот опять люди на улице стоят значит там уже внутри есть народ 7 утра а нет смотрите людей сегодня не так много сегодня нет людей так сегодня чуть чуть поменьше приглашаю тебя нет просто такие большие паузы между людьми поэтому вместе он будет оплачивать что нужно не болели и не пили хотя нам вчера сказали что перекипить можно вас на сайте два там количественные до которые что если м сдаетесь девяти тридцати я сказал что такое эмуноглобулин м острый период это начинается ростойном количестве на который я не знаю что-то нет вижу только что дать у электронную пошли контактный номер телефона укажите файл александрович кто из вас вот он проходите я напишу пока поставим мы не хотим быстро позднаете я хочу сказать что просто дисбаланс вашей работе в краше классно зависит от того что все ненормализовано вы вышли и сказали почему вы здесь стоите люди даже не знают что можно было я вышла все объясню через час через час через час через час вы вышли 6 ふи в кв эту вот такие вот работают здесь люди обвиняют пациентов спрашивают про спрашивают про какие на какую вакцину сдавать gm и все остальное как будто мы знаете как алфавит в детстве все это учили таблицу умножения и так далее это подобное перед тем как спрашивать тогда нужно объяснить правда ведь чтобы сдать на что вы сдаете объяснить разницу так все сдадут аналитики вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok А от этого все и происходит. Оказывается, что там с 8 часов или со скольки они принимают анализы на антитела, а ПЦР-тесты, которые мазки принимают, они принимают с полдевятого. И то есть за полчаса, представляете, сколько людей могло бы пройти без очереди, ну как бы не то, что без очереди, не стоя в одну очередь. То есть именно тех, вот как мы с Пашей пришли сдавать на антитела, можно было это сдать. А перед нами-то еще три человека стояло. То есть, а что они стояли? Потом вышла там, значит, какая-то там женщина, с которой там уже перепалка у нас была. И говорит, я же сказала, я говорю, так вы через час вышли. Здесь люди уже час стояли. С 7 часов утра вы работаете, и вы 7 часов утра, по сути дела, никого не принимаете. Так это что, это больше 7, 7, 8, 9, 2 часа это люди стояли там кто-то, и они не могли принять. А потом она вышла, вывалилась и сказала, а что вы стоите? Так вы напишите бумажку тогда, что ПЦР-тесты принимаются с полдевятого утра, а тело, типа на антитела принимаются там со стольки-то, там не знаю, с 9 или там со скольки часов. Это, по-моему, очень просто делается. Или на сайте напишите, и все ясно будет и понятно. Я, говорит, вышла и сказала, а что-то вышла и сказала, когда время было уже 20 минут 10-го. В общем, вот это вот все рождает, вот это вот рождает вот такие вот скандальные ситуации, которые приводят, и люди там стали ругаться. А сейчас мы ушли, там вообще толпище народу. Вот мы как раз в это время, видимо, вчера шли, и было народу очень много. И плюсом к чему мы сейчас уже, вот медсестра, которая у нас брала анализы, она говорит, ну как вы себя чувствуете? Я говорю, ну разволновался немножко, она говорит, а что? Ну я как бы объяснила, ну в принципе-то там один кабинет, в котором были, а рядышком точно такой же небольшой, там где принимают. По одному человеку принимает медсестра, бедная, целый день будет брать сегодня анализы. Другая, значит, практикантка, половинка вот этого работника непонятно как печатать. И вторая вот принимает вот эти вот документы. Ну почему, если сейчас такая толпа народа пошла, если вы там, все стоят друг другом, друг на друга дышат, блядь, под две маски, кто-то без масок стоит. Так вы почему не можете сделать два человека хотя бы туда поставить, чтобы люди быстрее проходили эту очередь? Чтобы не толпились и все остальное. Это, конечно, полное безобразие. И причем это, когда в кематез заходишь, это толпа народа, вот как мы с вами зашли, да, вот прямо зашли. Вот сейчас это все забито, все люди прямо стоят. А чтобы пройти в 3Z и в другую клинику, человеку просто, да, который не хочет ничего сдавать, или сдал, или здоров, или еще что-то, он должен через всю эту массу людей, непонятно, зараженных, не зараженных, потому что тут же и на коронавирус дают ПЦР-тесты и все остальное. То есть через эту массу людей нужно к лифту пройти. Тут же сидит охранник, который пускает на второй, на третий этаж. Нужно еще сдать температуру. Нужно еще, перед тем, как к лифту зайти, нужно сдать температуру. Нужно записать фамилии, имя, отчество, и после этого постоять в этой толпе, еще подняться на второй, третий этаж. Это такое безобразие, это просто безобразие. А почему я спросил, говорю, у вас так много вчера, говорю, так джитаков, узбеков, мы же вот, говорю, напротив вас живем. У нас вся детская площадка была просто забита этими джитами, узбеками. Она говорит, потому что они все уезжают, выезжают из страны, а им для того, чтобы выехать, им нужно сдать этот мазок, по ЦРТС. Поэтому они, говорит, все массово идут сдавать вот эти вот мазки. Представляете? Короче, вот такая вот история. Видите, что у меня? Видите, какие мешки под глазами стоят? Вот что это у меня такое? У меня такого раньше не было. Или я просто не замечал. Видите, как опустилось вот это? Вот у меня, кстати, у многих родственников это или семейное, и у меня у папы. Вот тут видите, как мешок образуется. Что мне с этим мешком делать, ребята? Кому-то к врачуете? Что это делать? Ну, чтобы если без, ну, чтобы ничего не вырезать. Припухлость какая-то. Или то, что я воды много пью. Или то, что сейчас такая жаркая погода. У меня не было. Вот я записывал в лоб в парке, в Останкинском сидел, когда мы с вами про моду говорили. У меня это было. А до этого не было. Вот мне кажется, что она тогда появилась. Ну, было, конечно, но так сильно. Прям вот мешок, видите? Хрен знает. Что посоветуете? Помидоры 130, персики 250. Берем доставку. Черешки 300. По всей России? По всей России доставка. Ну, по Москве и Московской области день в день, да? День в день, да. Короче, ребята, мы приехали с рынка, с Преображенского. И вот у нас такая красотень. Посмотрите. Картошка-мутант. Ну, молодая картошка. Я уже все это, естественно, помыл, перемыл. Ну, это сорт такой. Не гамоу, знаешь, почему? Потому что гамошная картошка не бывает такой вот кривой. Она бывает вся ровная. Как вот бывает во вкусе Вилл. Такая прямо совсем египетская. Ну, это тоже, я не знаю, откуда это. Молодая картошка уже такая большая. Она явно тоже не в Астрахани, не в этом же. Вот этот стучит. Так, ты с сиськами, мне потом заблокирует видео. Да, короче, купили авокадо на рынке. В общем, нашли одну школьную девушку. И мы у нее в очередной раз покупаем абрикосы армянские. Купили очень вкусные персики. У этой же девушки. Вот мы у нее все покупаем. Потом купили вот этот, не знаю, как сорт называется. Белый лебедь. Вот они лежат, 6 штучек. Потом тигровые, как Паша называется, тигровые персики, нектарины. Да, короче, вот красотень вот такая. Взяли картошку. Паше вчера был, я уже говорил, у врача. Ему сказали, что потихонечку все можно вводить. Понемножку все есть. Ну, картошку, естественно, пюре жареную мы есть не будем. В суп немножко можно добавлять. Ну, заранее, естественно, чтобы она вымочилась от крахмала, лишнего ушла. Но у молодой картошки, как вы все знаете, крахмал наименьший. Вот, поэтому запекать можно. Не знаю по ценам. Че, почем, я уже, честно говоря, забыл. Может быть, если только мне Паша подскажет. Абрикосы. 200. 200. Белый принц. Белый лебедь. 250. Простой персик. 250. И нектарины тоже, по-моему, 250. По одной цене. Авокадо. Должен внутри стучать. Должна стучать косточка внутри. Вот они как раз стучат. Нам продали по 50 рублей за штучку. Стали с того кушать по утрам. Поэтому взяли 4 штучки. По 50 рублей. Потом, значит, помидоры Paradise взяли у одной женщины. Они стоят по... Ой, ты не помнишь все-таки? В общем, где-то в районе 100 рублей. 120 рублей. Помидоры Mojitos по 100 с чем-то рублей тоже. Ну, прямо вот 120 или 110. То есть, очень хорошие помидоры Mojitos. Тут уже появились. Очень жалко, что у моих родителей... Почему тут этих помидор нет? Не знаю почему. Ну, в общем, так я, наверное... Так, цветовая гамма какая-то странная выставлена. Немножко как-то помидоры засвечиваются. Ну, ладно. Очень хорошие. Жаль, что у них нет. Папа никак не может вкусные помидоры найти. Потому что они у меня очень любят помидоры. Помидоры Mojitos и помидоры Paradise. Взяли специально разные. Потому что Mojitos они очень подольше хранятся, чем Paradise. Но вот последний раз я Paradise брал. Они у нас... Вот до сих пор, видите, лежат. Вот у этой же женщины мы взяли. Лежать, естественно, что нужно только их в тепле. Нельзя их ни в коем случае их класть в холодильник. Иначе свои вкусовые качества они потеряют. В общем, я тут мою, а человек работает, сидит. Свой выходной, праздничный день. Вот. Ну, в общем, что еще я вам хотел сказать. Черешня, продолжение темы. Очень вкусная. Стоит она, Паш, я не помню почему. Для 200 или 250 рублей. Да. Потому что, да, для 250 рублей. Но в зависимости, короче, от сорта, видимо, я не знаю, от размера. И самое главное, что я сейчас на рынке ищу, чтобы... Вот это корненожка, корнеплод, как это фигня называется. В общем, ножка у черешни, чтобы она была зеленая. Если ножка вот такая зеленая, видите, они везде. Не то, что я там одну какую-то нашел, вот они везде у всех. Значит, черешня свежая. Значит, ее недавно эту пачку открыли. Вот. И она у вас дольше пролежит в холодильнике. Картошка по 60 рублей. Она была по 70, нам продали по 60. Огурцы по 80. И... Бывают и за 60. Бывают и за 60, да. Вот. Но, короче, взяли по 80. Женщина, у которой мы брали вот это все, нам сказала приходить к ней. Вот она картошку продала на 10 рублей поменьше. Но в любом случае на рынке это очень много значит уступ. Баклажаны, что ты даже не помню, поскольку. Без цены у нее было. Ну, недорого. Недорого, да. И очень хорошие, кстати, плотные, небольшие кабачки. Кабачки тоже не помню почему. Но рублей, по-моему, по 50, что ли. И нашел я калераби. Стоят они 120 рублей килограмм. На рынке во вкус вилл это стоит около 300 рублей. И, короче, очень хорошие калераби. Плотные. Почему-то единственное, что иногда во вкус вилл, оно уже бывает жухлое, видимо, никто не берет, потому что дорого. На рынке всего 120 рублей за килограмм. Вот я две штуки себе взял. Паше пока капусту нельзя. Калераби это капуста. Вот. Я ее чищу. И, короче, шкурку. И такой вкус, знаете, получается, как у сладкой репки или у кочерыжки. Знаете, вот раньше в детстве мы ели кочерыжку. Очень вкусно получается. Я ее или просто с солью ем, или на такие половинки режу, на кольца напополам, и потом солью и пахучим маслом. Очень вкусно. Короче, вот такая вот у нас сегодня покупка. Распаковка, чек. Добавок к влогу. К окончанию. Распаковка, чек. Распаковка, чек.